доброе утро господа трейдеры я вас приветствую на нашем очередном еженедельном обзоре финансового рынка и мы конечно же разберем валютные пары cd контракты золото посмотрим bitcoin индекс sp500 и нефть в принципе много составим торговых планов так что если будут вопросы то обязательно задавайте и в процессе вебинара я сразу буду на них отвечать и так на какие новости необходимо обратить внимание в четверг решение по процентной ставки по европе в 15 45 сейчас ставка как вы знаете 0 процента в принципе на скорее всего ничего не изменится но вдруг если вдруг изменится конечно мы увидим сильное движение по евро и у нас было еще одно решение по процентной ставки сейчас я скажу когда а вот по канадцу в среду 28 октября а сейчас ставка 0,25 процентов но опять-таки если вдруг что-то изменится то мы это заметим на валютных парах где есть канадец традиционно мы начнем анализ индекса доллара что у нас тут интересного у нас тут уровень сопротивления и причем он прям вот мы видим что уже цена находится близко к этому уровню сопротивления поэтому в принципе вполне возможно что сейчас сделаем ретест этого уровня ну и дальше пойдем вниз по текущему нисходящему тренду ну а почему бы и нет поэтому закрепление цены выше 93 ровно соответственно даст возможность для дальнейшего роста в диапазон 93 50 ну а дальше уже можно и выше смотреть какие-то цели ну и опять-таки если уровень сдержит то скорее спустимся к уровню 92 50 так сейчас сопротивление поэтому с покупками аккуратно по доллару потому что действительно мы его с вами видим здесь может быть хороший ли тест уровня вот мы видим отличный уровень так что с покупками сейчас по доллару осторожнее валютная пара евро доллар очень интересное движение по евро доллару сейчас шли сначала мы вроде бы как немного вниз потом как-то на веселе полетели вверх тут же развернулись пошли вниз сейчас обратно откатились идем вверх то есть у нас такой формируется флейт борьба между покупателями и продавцами и так как торговать валютную пару евро доллар на прошлой неделе вы помните да мы с вами просто покупали выше 117 45 на формирование восходящей конструкции если такая будет ну она такая оказалась то есть мы пробили все хорошо замечательно пошли вверх заработали в принципе жаловаться не на что отлично все отработано а как сейчас торговать евро доллар смотрите покупки я сейчас не рассматриваю почему потому что мы находимся далеко от диапазона скользящих средних вы знаете что я люблю все таки когда цена находится в диапазоне средней цены для того чтобы был потенциал роста ну например мы здесь с вами покупали мы знали что мы находимся в диапазоне средней цены да и значит это движение вверх вниз от средних цен есть куда идти соответственно если вдруг мы например захотим рассмотреть покупку на завершение этого нисходящего фазерах который в принципе может и отработать вот я перехожу на меньше темпе специально чтобы вам показать эту ситуацию то есть вот это может быть волна а вверх соответственно коррекция волна б ну и вниз усеченная волна цели казалось бы да ну вот готовый торговый план бери покупай на завершение этой конструкции ну вроде бы когда вроде бы как можно но опять-таки я вернусь к тому что потенциала заработать не так много потому что такая точка входа будет явно выше диапазона средней цены ну а значит потенциал у нее уже значительно ниже для заработка поэтому вот смотрите вставлять у нас здесь средняя цена а здесь будет вход совсем не интересно поэтому я такой точку входа не рассматриваю а я все таки дождусь когда мы спустимся вниз я очень надеюсь на то что мы спустимся вниз было бы очень хорошо потому что тут качели сегодняшние честно мне мало нравятся вот движение вверх потом вниз выносы ну понедельник понедельник принципе так начинается если посмотрите сишку то она тоже стрельнул очень сильно доллар рубль и что после этого произошло да просто она покатилась вниз в принципе в пятницу если вы ее посмотрите что было там было ровно то же самое стрельнули вверх покатились вниз четверг если посмотрите было тоже самое стрельнули вверх покатились вниз и вот эти вот выстрелы ну по понедельникам это вообще святое как это как в понедельник, и не вынести. Покупаем от диапазона скользящих средних. Надеюсь, что все-таки сейчас цена пойдет вниз. Ну, я уже разобрал, что я не буду здесь покупать. Хотя, да, действительно, тренд восходящий. И, в принципе, мы на прошлом неделе с вами рассматривали покупки. Потому что глобально нам, в принципе, есть куда идти. То есть, есть восходящее движение. Но давайте все-таки дождемся движения вниз в диапазон скользящих средних. Очень надеюсь, что оно будет. Потому что, если оно будет, то это будет хорошая возможность войти в рынок. Ну, соответственно, спускаемся вниз. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции, которая будет. И на формировании восходящей конструкции уже будем покупать. И завершение нисходящей волны А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну Б. И покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая у нас получается покупка. В принципе, вот такую покупку я буду отрабатывать с удовольствием. Здесь я не хочу. Потому что нужно ставить большой стоп-лосс. Получать маленький тейк-профит. Как-то мало интересного. А продажи на перевороте. То есть мы не идем вверх. Как мы этого хотим. Соответственно, попадаем на волну Б, получается, на коррекцию. Мы так хотим, чтобы это был импульс. А попадаем на коррекцию. Такое тоже бывает. Соответственно, строим наклонный канал по этой коррекции. И на завершение этой коррекционной конструкции предполагаемой мы будем продавать. Волной А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну Б. И продажи на формирование нисходящей волновой конструкции. Если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно на ловушке, на том минимуме, который у нас будет, фиксация 1-2 прибыли, перевод сделки в безубыток, это вот обязательное условие, которое нам нужно будет выполнить. Ну а дальше мы можем ориентироваться или по уровню поддержки, например, вот как раз на пивоте, на который мы с вами входили 1.1745, или вплоть до уровня 1.1697 тоже можем спуститься. Валютная пара фунт-доллар. Здесь мы с вами что делали? Покупали на прошлой неделе на формирование восходящей конструкции, завершение нисходящей, опять-таки от диапазона скользящих средних. Я всегда об этом говорю, на самом деле не перестану об этом говорить, потому что очень часто мне даже ученики, даже мои ученики скидывают торговые планы, где цена находится далеко от средней цены. И они говорят, ну я здесь куплю, поставлю стоп-лост, какой равный 10 тейк-профитам, ну зато она, наверное, пойдет вверх. Я объясняю, что она, конечно, наверное, пойдет вверх, но а если не пойдет? А если не пойдет, тогда уже потенциал получается совсем против вас. И тут вы уже навряд ли сможете заработать. Почему? Потому что, ну как, если вы большими деньгами рискуете для того, чтобы заработать маленькие деньги? Это неправильно. Поэтому мы здесь с вами тоже покупали от диапазона скользящих средних. Привет, Серега. От диапазона скользящих средних. Смотри, с десятки уходи, она у тебя, короче, не работает. На формирование восходящей конструкции, точка входа на откате B. Отличная была покупка, все по плану, все замечательно. Сейчас я предложил рассмотреть, опять-таки, покупки. Почему? Потому что тренд восходящий, и вы знаете, что я все-таки люблю торговать исключительно по тренду. В принципе, сегодняшний торговый план, который я для вас составил, он не отменяется. Все нормально с ним, да, мы пошли вниз, но вы знаете, это возможность, может быть, даже по более выгодной цене войти. Ну или, во всяком случае, многие поверят, что тренд изменится, потому что все же как хотят войти в самом верху в продажу и в самом низу в покупку. Ну, это такой вот план у всех трейдеров. Ну, соответственно, мало кто торгует под тренду. А тренд, мы видим, что восходящий, нам об этом говорят скользящие средние, поэтому для меня сейчас покупка, я не рассматриваю продажу. Соответственно, что необходимо, волной А пробить или пиво 2 волны С, смотрите, это АЦ, БЦ, ЦЦ, соответственно, пиво 2 волны С находится здесь. Или наклонный канал. Дело в том, что если мы пойдем дальше вниз, ну, например, как-то вот так, то, возможно, мы даже наклонный канал пробьем раньше, чем пивот. Поэтому можно ориентироваться и по одному, и по второму инструменту. Ну, и сейчас необходимо один из двух инструментов пробить волной А, после этого получить коррекцию волну Б, и после этого покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая у нас получается, в принципе, несложная покупка по текущему восходящему тренду. Диапазон скользящих средних ровно то же самое, что мы делали на прошлой неделе. То есть давайте просто следовать по тренду. По тренду торговать намного легче. Конечно, мы можем пойти вниз, но, представляете, вы сейчас здесь откроете сделку против тренда, при том, что индикатор стахастик нам говорит о явной перепроданности. Я думаю, что если на А4 перейти, то, может быть, мы там какой-нибудь, нет, на А4 не увидим. А вот на М30 мы видим, что у нас даже есть дивергенция. Вот она. Вот здесь она у нас была. Пробили ее, и сейчас, может быть, опять появится. Поэтому, ну, как-то вот индикаторы нам говорят о том, что все-таки вниз идти сложнее. Ну, и опять-таки, тренд нам говорит о том, что тренд вверх. Ну, а значит, вверх идти легче. Соответственно, покупку мы с вами разобрали на формировании восходящей конструкции. Первый тейк профит. Ну, вот давайте здесь на пивоте закроем. В принципе, хороший уровень. Поэтому, думаю, можно даже не здесь, а вот он у нас. Первый тейк профит будет. 1.31.11. Это первая цель. Перевели сделку в безубыток. Зафиксировали первый тейк профит. Дальше можно тянуть или до максимума, или брать какие-то более высокие цели. Когда нам продавать? А продажа на формировании нисходящей конструкции и завершении восходящей. Почему? Потому что, если мы дождемся этот восходящий тренд, соответственно, мы получим, как минимум, повышение волнового уровня нисходящей конструкции. И, соответственно, мы с вами построим наклонный канал по восходящей конструкции. И в таком случае мы будем предполагать, что это движение вниз, это не что иное, как волна А. Вверх трехволновка, это коррекция волна В. То есть мы хотели, чтобы это был импульс волна С, но оказалось, что это волна В. Такое тоже может быть. И, соответственно, нам нужно будет продать на формирование нисходящей конструкции. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну В. И, соответственно, продажа на формирование нисходящей конструкции, то есть на пробитии минимума. Такая точка входа будет на откате В. В таком случае мы предполагаем, что это А, это В, это С, которые имеют подволны А, С, Б, С, С. Если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно на минимуме, на ловушке для профи, фиксация одной, второй прибыли, перевод сделки без убыток. Ну, а дальше можем ориентироваться. Вот давайте мы этот уровень возьмем сюда, поставим. Смотрите, какой классный уровень поддержки. Вообще просто шикарный. Здесь работали, здесь работали, здесь работали, здесь работали. То есть я думаю, если уже пойдем вниз, то до уровня 1.28.64 скорее всего дойдем. Поэтому вот можно в принципе его и держать целью. Но это уже на перевороте, то есть не сейчас. Давайте получим выгодную цену, в том числе и для продаж. Валютная пара американский доллар, канадец. Что у нас сформировалось? Усеченная конструкция, тренд какой нисходящий? Кстати, на прошлом неделе мы тоже с вами рассматривали продажи на формирование нисходящей конструкции по текущему нисходящему тренду. Ну, потому что нам скользящие говорят, что тренд куда идет вниз, значит нужно дождаться, когда цена поднимется вверх. Ну и, соответственно, продавать на формирование нисходящей конструкции, завершение восходящей конструкции. Соответственно, что нам нужно? Вот у нас есть волна А, уже есть коррекция волна Б. Это хорошо, что мы сейчас пошли вверх. Почему? Потому что это нам дает возможность рассмотреть продажи. То есть мы получили ту самую восходящую конструкцию, которую нам надо для того, чтобы продать. Потому что если бы мы не пошли, то здесь не было пробития 88.2, а соответственно не было восходящей усеченной конструкции. Сейчас она усеченная. Это очень классно, что она усеченная. Жалко, конечно, что она не матрешка. Вот это вот, конечно, в ней недостаток. Мы пробили уровень 123 жизни, даже почти дошли до уровня 138,2. А значит, на завершение вот этой внутренней конструкции мы не сможем войти, потому что конструкция сильная. Дело в том, что мы должны входить в рынок против слабой конструкции. То есть, как бы это ни казалось, как-то, может быть, там, скажете, не по-рыцарски, да, что вот мы ищем слабых для того, чтобы заработать, да. Да, мы ищем слабых для того, чтобы заработать. Хотите побороться с сильными, ну, идите против сильного участника, посмотрите, как вы быстро сольете счет. Поэтому, да, мы ищем слабых. Мы ищем слабые конструкции, мы ищем усеченные конструкции и пытаемся как раз заработать на этой слабости и, опять-таки, походом за трендом. То есть, мы всегда идем за трендом, потому что тренд наш друг. И это нам нужно не забывать. Так, соответственно, построили наклонный канал по восходящей на данный момент усеченной конструкции. Надеюсь, что она такой останется. Будет хорошо, если мы еще потопчемся сегодня во флейте. В принципе, было бы очень прекрасно. Даже можно чуть-чуть вот так вот как-нибудь пройти. Для чего? Смотрите, дело в том, что когда мы движемся в не сильно восходящем движении, в текущем нисходящем общем движении, то, соответственно, наклонный канал идет вверх. Нет, сегодня нет, завтра. Завтра деньги раздаю. Я же деньги раздаю по вторникам. Сегодня понедельник. Соответственно, если мы будем идти во флейте, то наклонный канал будет приближаться к текущей цене. И это даст возможность, именно это даст возможность по более выгодной цене войти в продажу. То есть, по текущему нисходящему тренду. И чем дальше это будет происходить, вот, например, мы вот так вот еще дальше ушли, да, и мы еще по более выгодной цене войдем. Поэтому сейчас условия только для продажи. То есть, сейчас я покупки не могу рассматривать по той причине, что тренд смотрит вниз. Это очевидно. Это факт. Второй момент. Вот я растянул индикатор авиационный осциллятор. Мы видим, что у нас формируется расхождение. Формируется медвежье расхождение. То есть, сейчас, как только появится медвежий столбик гистограммы, то мы уже можем говорить, что сформировалось медвежье расхождение. То есть, максимум у нас обновился. Это очевидно. Вот мы его видим. Он обновился. Он находится выше. А на индикаторе нет. На индикаторе он не обновлялся. То есть, это опять говорит о слабости. То есть, может быть, все-таки это коррекционное движение в рамках общего нисходящего тренда. Поэтому я против. Сейчас я по таким ценам, очевидно, явно 100% против того, чтобы входить в покупки. Итак, продажа на формирование нисходящей конструкции. И только если мы попадем на усеченную нисходящую конструкцию, ну то есть, на волну B, тогда мы и будем на перевороте покупать. И цена будет хорошая, и потенциал заработать будет, и ловушка у нас появится, какой-то уровень сопротивления, куда будет стремиться цена. Поэтому здесь все будет в нашу пользу. Именно для продаж. То есть, когда мы будем, представляете, здесь где-нибудь, точнее, для покупок, когда мы будем здесь где-нибудь покупать, то у нас будет уровень сопротивления. Куда будет стремиться цена, потому что, как минимум, там будут стоп-лоссы продавцов. То есть, и уже будет очень интересно, соответственно, входить в покупку. Поэтому покупка на перевороте. Построили наклонный канал по той нисходящей конструкции, на которой мы вошли в продажу. И покупка на завершении нисходящей конструкции, формировании восходящей конструкции. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну B, и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая покупка. Что это за покупка? В таком случае мы предполагаем, что это не что иное, как волна А. Вниз трехволновка, на которой вошли в продажу в надежде того, что продолжится нисходящий тренд. Это волна B. И вверх, соответственно, волна C. Вот у нас и получается точка входа на откате B. То есть получается, что мы здесь на формировании восходящей конструкции завершения и нисходящей покупаем. На ловушке мы фиксируем первый тейк профит. И что делаем? Переводим сделку без убыток. То есть именно на том уровне, где может быть вынос стоп-лоссов продавцов до дальнейшего похода вниз. Ну а почему бы и нет? Ну или если продолжится восходящее движение, то мы заработаем еще больше денег по второй сделке и все. Австралийский доллар против американского доллара. Здесь такие же качели, в принципе, как и везде. Сейчас такое движение, к сожалению. Флэт. Мы видим, что здесь флэт с выносами. Не совсем хорошо, но вот есть то, что есть. Смотрите, общий тренд нисходящий, нам об этом говорят скользящие средние, которые направлены вниз. Соответственно, цена сейчас находится в диапазоне скользящих средних. Вверх здесь мы 88,2 не пробили. Я сейчас вам это покажу. Соответственно, вот натягивая сетку, мы видим, что цена не пробила уровень 88,2, он находится выше. А значит, мы можем предположить, что это не что иное, как волна А, которая пробила наклонный канал восходящей конструкции. После этого коррекция волна В, ну а вниз, значит, волна С. Ну а если это так, то мы можем продать на пробитии 0,71 ровно. То есть на пробитии 0,71 ровно мы что делаем? Мы продаем по текущему нисходящему тренду. Стоп-лосс куда ставим? За максимум. 0,71,58. Ставим стоп-лосс. А take profit или один к одному, или на ловушке. Ну на ловушке, смотрите, здесь с тенями аккуратно, поэтому можно вот здесь взять. 0,70,30. Голова-плечи? Ну да, в принципе, голова-плечи. Ну, импульс-коррекция-импульс, соответственно, который заменяет импульс-коррекция-импульс в обратную сторону. Это и есть фигура голова-плечи. Ну то есть паттерн 1,2,3 вверх, паттерн 1,2,3 вниз. 0,70,30 take profit. Первый take profit и перевод сделки без убыток. А покупка на перевороте? Чуть выше? Ну хорошо, поставьте чуть выше. А для того, чтобы купить, необходимо завершить. А кстати, мы даже сейчас можем не на перевороте покупать, а покупать на завершении, потому что конструкция сформировалась. Мы не пробили минимум, но для того, чтобы сформировалась конструкция, достаточно пробить уровень 88,2. Уровень 88,2 был пробит. То есть по факту нисходящая конструкция, вот видите, он был пробит. А по факту нисходящая конструкция сформировалась. Это очевидно. То есть это очевидный факт, который сейчас произошел. Ну а значит, возможно, произошло повышение волнового уровня. И теперь это может быть волной А. Вниз, вот эта вот вся конструкция, это может быть волна В. Может быть. Но она будет в каком случае В? Ну если она, конечно, завершится. Соответственно, нам необходимо... Давайте посмотрим, где максимум. Сейчас я быстренько проверю этот момент. Потому что от этого зависит наклон нашего наклонного канала. Это очень важно на самом деле. Я сейчас покажу, почему. Уровень 88,2 не пробили. Значит, у нас максимум конструкции находится здесь. Ну а если это так, верхняя точка у нас здесь, а не здесь, то мы уже будем строить наклонный канал. Получается вот так. Представляете, вот этот наклон. Или вот этот наклон. Второй наклон всегда будет, как правило, более вертикальный. То есть, его пробитие будет раньше. А так как мы знаем, что у нас левее основание нисходящей конструкции, то значит, мы должны построить правильный наклонный канал и ориентироваться по правильному наклонному каналу. Это очень важно. Соответственно, необходимо волной А пробить наклонный канал, получить коррекцию волну В, и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате В. То есть, мы предполагаем, что это А, это Б, это А, С, В, С, причем Б, которая усеченная. Обязательно, на ловушке, обязательно, вот как угодно, на ловушке 0.7157 фиксация 1-2 прибыли, перевод сделки без убыток, стоп под усеченку. Ну а дальше можно ориентироваться по волне А. Например, на волну А натянуть фибосетку и взять уровень 138.2 по Фибоначо в профит. 0.7209 Это конечная цель для покупок Новозеландский доллар против американского доллара Те же самые качели в принципе Мы открылись и вниз И вверх с максимумом пробили Даже видите здесь немного И вниз вроде тоже минимум пробили То есть такие нормальные качели понедельника Которые у нас очень часто бывают Итак, что делать? Смотрите, покупки я не могу рассматривать Почему? Почему вот сейчас не стоит рассматривать покупки Как вы думаете? Дорого, совершенно верно, Серега Поэтому мы не покупаем Потому что цена находится далеко от средней цены И есть средняя цена, понимаете Вот средняя цена по рынку Мы зашли на рынок, там помидоры продают И мы же не будем покупать помидоры по 150 рублей Когда мы знаем, что средняя цена 100 рублей Ведь никто из вас не купит по 150 Потому что кто-то продает по 150 Он знает, что средняя цена 100 рублей Он может купить за 110 Он может купить за 90 рублей Но за 150 покупать не будет То же самое и здесь Поэтому для того, чтобы купить Я не против покупок Совершенно не против покупок Вообще не против ни разу Ну кстати, если даже мы посмотрим на индикатор А весомый осциллятор То все-таки здесь есть явная слабость Согласитесь Прям дивергенища такая Многократная дивергенция Поэтому нет, покупки нет Продажи тоже нет Потому что против тренда Тренд восходящий И это очевидно И какие-то продажи для того, чтобы Попробовать заработать на Правильно, Татьяна Все верно Далеко от скользяшек Вот видите Вы рассуждаете совершенно верно Для того, чтобы нам купить Необходимо спуститься в диапазон скользящих средних И только от диапазона скользящих средних На формировании восходящей конструкции Будет покупка А продажа уже на перевороте Этой покупки Хотя, если посмотреть Вот так вот более широко То здесь возможно матрешка Давайте попробуем Может правда матрешка Смотрите, какая интересная штука А, Б, усеченная, С Ну очевидно, да, что она усеченная Вот смотрите, она волну А натягивает фибосетку И до 123,6 очень далеко Как до Китая Ну только не Сереги Всем остальным, кроме Сереги И соответственно здесь волна А, Б, С И она тоже усеченная Вот я натягиваю фибосетку И мы видим, что до уровня 123,6 мы явно не дошли То есть у нас получается усеченка в усеченке Это говорит о двойной слабости Ну это хорошо Так давайте, может быть это и отработаем Может здесь правда будет разворот А здесь мы 88,2 не пробили Вот я натягиваю фибосетку И видим, что 88,2 не пробита А значит мы можем просто войти при усеченке Соответственно вниз волна А, которая пробила наклонный канал восходящей усеченной конструкции уровня H2 После этого коррекция волна Б И продажа на пробитие минимума То есть вот здесь вот у нас получается продажа Продажа ниже 0,6658 Вот именно здесь мы будем продавать Попробуем отработать Ну а если нет, на перевороте купим В принципе не проблема Перевернемся Дело в том Ну а покупку мы с вами разобрали Продаем, я тоже думаю Ну не сейчас, не сейчас продаем Продаем на формирование нисходящей конструкции Если она будет Сейчас пока еще рановато Золото Ой, золото тоже кидает Ну в принципе так же как и всех остальных То есть сегодня такой день веселый Смотрю, мы и вверх летим И вниз летим Прям танцы с бубнами А, итак Покупки Покупки по золоту У нас отличный уровень поддержки Который просто шикарно отрабатывается Поэтому А если еще раз спустимся вниз Будет вообще шикарно Вот нам нужно прям вот-вот-вот сюда Вот прям очень хорошо было бы сюда упасть Было бы просто шикарно И отсюда уже на формирование восходящей конструкции Завершение нисходящей Усеченной конструкции Здесь тоже будет матрешка Естественно Потому что, ну представляете Тогда будет вот это А А вот это вверх будет Б Ну или здесь Нужно по ФИБО сетке проверять Может быть здесь, здесь Но в принципе это не важно А и вниз будет волна С То есть у нас будет получается вот это А, Б, С усеченная И внутренняя конструкция усеченная Все та же самая матрешка И вот это будет просто классно Поэтому надо вниз Надо вниз для того, чтобы классно купить И на завершении нисходящей конструкции На формировании восходящей Будем покупать волной А пробили наклонный канал Получили коррекцию волну Б И покупка на формировании Восходящей волновой конструкции Отличная будет покупка Опять-таки нам и индикатор А весомый осциллятор Говорит, посмотрите Тут расхождение С выходом за ноль То есть слом хребта Медведю И соответственно Мы будем покупать На формирование восходящей конструкции Покупки, продажи я не рассматриваю Apple По Apple я сегодня для вас Делал торговый план Сейчас цена находится В диапазоне нисходящего Ценового канала Вот на M30 его построил В принципе классный Ценовой канал получился Здесь у нас уровень поддержки На индикаторе А весомый осциллятор Дивергенция И индикатор стахастик С параметрами 30, 10, 10 Нам говорит о наличии Перепроданности Ну а значит Можем пойти вверх Ну а в принципе А почему нет Это все-таки Apple Это довольно Крупная компания И очень растущая компания Поэтому Я ожидаю рост На формирование восходящего паттерна 1, 2, 3 Условия для входа Волной А Ну или Волной 1 Как хотите так называть Пробили Наклонный канал Ну не наклонный канал А верхнюю границу Нисходящего ценового канала Ну в принципе Это и есть наклонный канал А после этого Получили коррекцию Волну B А после этого Покупка на пробитии максимума То есть на формировании Восходящего паттерна 1, 2, 3 Целевые уровни 119 Ровно 125 Ровно Стоплос под минимум В принципе Стоп будет небольшой Потенциал заработать Очень даже хороший Так что здесь Можно побороться За покупки Фейсбук мы с вами покупали Правильно делали Фейсбук пошел вверх Все отлично Все замечательно В принципе А с какой стати Он должен идти вниз Но сейчас конечно Я не буду покупать Это нормально Ну как Вот мы с вами купили Мы отлично заработали Мы молодцы Все сделали Очень хорошо Мы с вами и здесь покупали Если вы не помните Тоже была какая-то неделя Я сделал для вас Торговый план Но мы покупали Выше 258.60 Сейчас уже 285 Это очень хороший рост Что нам необходимо Для того чтобы купить Спуститься вниз Получить нисходящую конструкцию Не будет нисходящей конструкции Я не буду покупать Смотрите Здесь даже уже дивергенции На индикаторе формируются И стахастик нам говорит О наличии перекупленности То есть это все Конечно Фейсбук растущая компания Поэтому мы ее только покупаем Мы ее не продаем Но давайте ее покупать Как мы это делали На протяжении уже Не одного года По выгодным ценам То есть на коррекциях Всегда нужно заходить на коррекциях То есть мы ждем коррекцию На завершении коррекции входим Берем импульс Опять вышли Опять ждем коррекцию Опять на завершении коррекции Вошли в импульс И так в принципе постоянно нужно работать То есть не надо запрыгивать Когда уже цена там бешеная Возьмите там по 303 купите и мучаетесь с ней. Это был не совет, а то правда купите. Итак, необходимо получить нисходящую трехволновую конструкцию, коррекцию. И на завершении нисходящей трехволновой конструкции мы будем что делать? Покупать. Ну, конечно же, покупать. Мы Facebook с вами, в принципе, покупаем. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну В и купили на формировании восходящей волновой конструкции. В принципе, здесь меня все устраивает для покупки. Ну, только после коррекции. Сейчас нет. Мы с вами покупали на прошлой неделе. Мы молодцы, правильно сделали. На пробитии 268.27 купили. Все, классно. Больше пока не надо. Сберегательный банк мы покупали. Вы помните, на завершении этой конструкции первый take profit мы получили. Все хорошо. А сейчас мы корректируемся вниз. Вы знаете, чем ниже, тем лучше. Поэтому пускай. Это хорошо. Мы profit получили. Мы заработали. Свою как бы забрали. Здесь у нас, опять-таки, на индикаторе весомо-целлятор сформировалось. Расхождение с выходом за ноль. Вот он, этот выход за ноль. Был слом хребта. Кому? Кто напишет? Я не буду говорить. Напишите, пожалуйста. Как вы? Недавно проводил вебинар. Поэтому, думаю, еще помните. Напишите, пожалуйста. Я пока дальше продолжу. Короче, мы кому-то здесь хребет сломали. Быку. Совершенно верно, Денис. Почему быку? Потому что нам дивергенция говорит о наличии, о возможном движении вниз. Ну, а соответственно, если возможное движение вниз, значит медведи стали сильнее. И что они сделали? Они наваляли кому? Быку. Ну, вот так вот здесь все грустно и жестоко. А что нам необходимо? Спуститься вниз. Получить нисходящую трехволновую конструкцию. То есть, волна А, Б, С. Если мы прям вниз-вниз спустимся, да вообще шикарно. Чем ниже, тем лучше, потому что дешевле будет. Построили наклонный канал по нисходящей конструкции. И на формировании восходящей конструкции покупка. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б. И купили на формировании восходящей конструкции. По Сбербанку продажи я не рассматриваю, только покупки. В принципе, ничего такого, чтобы продавать Сбербанк, нет. Магнит. Вот думал, я сделаю вам торговый план на покупку. Когда мы пошли вверх, думаю, сейчас коррекция вниз. Как раз мы дойдем. И будем ставить эту ложку на покупку. А не тут-то было, мы пробили минимум. Соответственно, у нас изменился рисунок. Теперь вот эта волна А, это вверх волна Б, а вниз волна С. Необходимо перестроить наклонный канал по текущему нисходящему движению, по текущей нисходящей конструкции. А на прошлой неделе мы, кстати, с вами покупали. Помните, выше 4797. Первый тег профит 4948. Тоже взяли, тоже молодцы. Видите, сейчас мы упали вниз. Ну, тоже хорошо. Есть возможность еще раз зайти в рынок. Соответственно, покупка по магниту на формирование восходящей конструкции, завершение нисходящей. Для этого необходимо волной А пробить наклонный канал. После этого получить коррекцию волну Б. И после этого покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такой у нас простой, в принципе, торговый план. И даже индикаторы совершенно не против. У нас здесь есть и расхождение. Минимум-то обновился. Не сильно. Каким-то таким ложным, возможно, движением, ложным пробитием. Но факт остается фактом, что он обновился. Да и индикатор стахастик нам говорит о наличии перепроданности. Что тоже такой вот сигнализатор того, что мы можем пойти вверх. Но на завершение. Давайте мы завершим этот нисходящий тренд формированием этим восходящим трендом. Тогда и войдем в рынок. Нефть марки Бренд. Открылись мы негативненько. Наклонный канал, мягко говоря, нехороший. Давайте поищем пивот. Может быть, пивот будет лучше. Но вот по наклонному каналу, если мы будем ориентироваться, то мы точно ничего не заработаем. Потому что он здесь у нас довольно горизонтальный. Ну а за счет того, что он такой некрасивый, то нам на этом и заработать не получится. То есть, ну представляете, если мы будем ждать, когда пробьется этот наклонный канал, после этого получить коррекцию, то что у нас получится математически? Почему? В принципе, в торговой системе умной торговли используется три разных сигнала для входа. То есть, у нас есть пиво-2, про него я вам, в принципе, уже чуть-чуть рассказывал. Есть откат B на индикаторе весомоспилятора. Есть наклонный канал. Потому что наклонные каналы бывают весьма горизонтальные. Вот, допустим, давайте представим вот эту ситуацию, что я использую только наклонный канал. То есть, вот так вот узкоспециализированный. Ну, как сейчас вот многих учат узкоспециализированных. Что получается? Получается, что я должен здесь войти на формирование восходящей конструкции. Take Profit закрыть первый на ловушке. То есть, получается, Take Profit у меня будет через 70 пунктов. А стоп-лосс должен, ну, как минимум поставить за текущий минимум, то есть, за нисходящую конструкцию. Он будет 223. Представляете, я рискую 225 пунктов потерять, для того, чтобы заработать 70. Есть какая-то логика в этом действии. Я, конечно, блондин, но я не блондинка. Ничего против блондинок не имею. Так что, нет, мы не можем сейчас ориентироваться по наклонному каналу. Это очень дорого, это просто бесполезно. То есть, ну, вот, фактически это нам не даст никакого профита. И мы на этом заработать совершенно не сможем. Что касается пивотов. Смотрите, в идеале сейчас сформировать усеченную конструкцию для покупок. Вот это было бы просто шикарно. Подняться немного вверх и спуститься вниз. Что я нарисовал? Я нарисовал усеченку на самом деле. Вот она. Раз, два, три. Вот если будет такой рисунок, тогда можно будет классно-классно войти именно в покупку. Соответственно, построим наклонный канал по той нисходящей усеченной конструкции, которая будет. Ну, по той, которая будет. Я не знаю, какая она будет. И на завершении этой усеченной конструкции будем уже покупать. Волной А пробьем наклонный канал, получим коррекцию волну Б. И строго на формировании восходящей конструкции мы и будем с вами покупать. И цена будет очень хорошая, и потенциал заработать тоже будет очень хороший. Я рассматриваю покупки, потому что когда-нибудь пандемия закончится, когда-нибудь всех нас уколят. Соответственно, вирус вылечат. Да и просто сейчас зима близко. Вы знаете, что зима близко? А к чему это приведет? К тому, что будет больше потребляться энергоресурсы. Вот, пожалуйста, значит нефть вырастет. На H1 формируется пин-бар. Ну, блин, пин-бар это конечно... Да какой же это пин-бар? Здрасте. Это не пин-бар. Это просто свечка с тенью. Огромная... С огромным телом и огромной тенью. То есть это вообще не пин-бар. Пин-бар давайте все-таки ориентироваться по классическому свечному анализу. Дело в том, что у Price Action, это такой упрощенный свечной анализ. Там, где чтобы много не изучать слов, ну вот представляете, выучить там фигура молот, фигура падающая звезда, длинноногие дожи, дожи просто, утренняя звезда, перевернутый молот. То есть вот эти вот все много-много названий и подумали, блин, да тут столько слов надо учить, что просто отдельный словарь делать. Давайте мы это все назовем пин-бар. Почему пин-бар? Да потому что хвост, да, значит как у Пиноккио, значит обманули. И все. И в итоге все везде, где видят тень, называют пин-баром. Это плохо. Это плохо, потому что по факту это не показывает реальную ситуацию. То есть пин-бар, это вот, ну смотрите, вот здесь вот можно было сказать, что это пин-бар. То есть здесь у нас огромный хвост и маленькое тело, и вверху нет хвоста. То есть это можно назвать хорошим пин-баром. Вот у нас тоже в принципе можно назвать пин-баром, да. То есть у нас маленькое тело, нет хвоста внизу, есть хвост вверху большой. Здесь просто тень, просто огромное тело, поэтому это не пин-бар. Это вообще не даже примерно. И на H4 тоже не пин-бар. Так что с пин-барами здесь пролет. Так, покупку мы разобрали, продажу не рассматриваю. То есть надеюсь все-таки, что мы сейчас вот как раз поднимемся вверх, потом спустимся вниз, вынесем всех, кто здесь запрыгнет в покупки. И уже с очищенной совестью уже пойдем вверх. Ну после выноса. Индекс SP500. Flat. По индексу в принципе ничего удивительного. А покупки выше 3470, потому что вниз мы 88,2 еще уровень не пробили. Это факт. Вот он у нас уровень. Мы его не пробили. А значит это может быть верх волна А, вниз коррекция волна Б и верх волна С. Ну соответственно покупка выше скользящих средних, это будет в том числе и фрактальная точка входа. Может быть хорошая покупка. Но только выше. То есть нужно увидеть, что да, мы идем вверх. А сегодняшнее движение на самом деле я даже не рассматриваю как какое-то медвежье, прям такое страшное движение. Нет, это скорее, для меня это скорее вынос. И биток. Вот биток понесся просто как ненормальный верх. А что нам делать с биткоином? Я сейчас не буду покупать. Вы же прекрасно понимаете, что я по таким ценам ни за что не куплю. Здесь даже у нас видите дивергенция есть на индикаторе обессовым осциллятором. Поэтому от диапазона скользящих средних мы тоже находимся очень-очень далеко. Поэтому паузу по биткоину возьму. Потому что продажи против тренда нелогичны. Тренд явно восходящий. Мы с вами это видим на таймфрейме H4. Продавать неправильно. Очевидно, что продавать неправильно. А покупать тоже неправильно. Потому что купить за такие большие деньги, за такую высокую цену, это неправильно. Ну, смотрите, мы по облаку и шумоку, если будем ориентироваться, мы находимся очень далеко от облака. То есть, опять-таки, вот той самой средней цены, которую нам рисует облако и шумоку. Соответственно, давайте мы не спустимся все-таки. А отсюда уже будем искать или покупки, или продажи. Но это уже будет, скорее всего, на следующей неделе. Я думаю, так быстро ничего не изменится. Поэтому по биткоину мне нечего комментировать. Потому что я здесь буду бездействовать. Я не могу купить дорого, не могу продать, потому что несерьезно. Вот такая вот ситуация. У меня на этом все. Если нет вопросов, то, думаю, можно приступать к торговле. В принципе, торговых планов много. Движения интересные. Есть что отрабатывать.